Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Реальная возможность платить зарплату. Сейчас на директора завода заведено уголовное дело. Оно уже дошло до суда. Скоро начнется рассмотрение. Свою вину обвиняемый полностью признал задолженность перед работниками погашена. Программа Экономика. Пассажиропоток в Кировской области из-за коронавируса упал на четверть. Как пандемия повлияла на работу общественного транспорта, посчитали в Кировстате. Так, в 2020 году в регионе автобусы и троллейбусы перевезли 78 миллионов пассажиров. Это на 25% меньше, чем в 2019 году. При этом востребовании стали заказные автобусы. В прошлом году на них было перевезено на 70% человек больше. Число автобусов, обслуживающих маршрутную сеть, осталось на уровне 2019 года и составило 1020 единиц. Это по 82 автобуса на 100 тысяч человек. В 2021 году, отмечают в Кировстате, пассажиропоток начал восстанавливаться. За первые полгода перевезено 42 миллиона пассажиров. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экономика на 101 фн. А сейчас информация от наших партнеров. 1 июля истек последний срок для установки онлайн-касс. Больше никаких отсрочек. Что делать, если вы поняли, что онлайн-касса вам нужна? Рассказывает руководитель компании «Бухгалтеры». Я, Татьяна Максимчук. Первый вариант – это перейти в статус самозанятого. Такие предприниматели формируют чеки через приложение «Мой налог». При этом сниматься с учета в качестве ИП не обязательно. Но помните, что не всем подойдет и есть ограничения. Второй вариант – купить кассу и зарегистрировать ее в налоговой. Штрафы за неприменение онлайн-кассы зависят от суммы выручки. Чтобы не получить штраф за неприменение контрольно-кассовой техники, до момента того, как налоговая это обнаружила, можно купить онлайн-кассу, пробить чеки коррекции, уведомить налоговую, что да, вы ошиблись, сейчас пробили чеки, вам не будет штрафа за неприменение ККТ. Минимальный штраф для ИП – 10 тысяч рублей, для ООО – 30. Все услуги по бухгалтерии в одном месте – это компания «Бухгалтер и я». Номер помощи в том числе и скорой – 213-112. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 73 рубля 2 копейки, евро 86 и 77. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ.